Во вторник исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. О том, как в России отметили юбилей Полина Ермолаева. Да я до самой высылки из Советского Союза всё писал мелко, чтобы легче было прятать. Этот бисерный почерк Солженицын сохранил на всю жизнь. И карандаши, даже такие крошечные, никогда не выбрасывал. А когда в лагере невозможно было и на бумагу строки положить, он в памяти хранил, каждый день повторяя. Я работаю просто все дни, сколько себя помню. В 9 твёрдо решил стать писателем. В 18 пришло осознание собственного предназначения. Задумал роман о русской революции. Но до воплощения замыслов, красное колесо, по нему самому прокатится война. Шарашка, лагерь, смертельная болезнь, изгнание из страны. Он победит судьбу, чтобы стать памятью народа. Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Он чётко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжёлые испытания для миллионов людей. И будучи в изгнании, Александр Александрович никому не позволял пренебрежительно зло говорить о своей родине. Противостоял любым проявлениям русофобии. В тихом сквере на улице Солженицына, бывшей большой коммунистической, из серого гранита вырывается, будто устремлённая ввысь бронзовая фигура. Человек несгибаемой воли, крепко стоит на родной земле. А по правую руку Матрёна Праведница, по левую Иван Денисович. Он привёл их в Россию, и они так тут с ним и останутся. Он вообще слово памятник или слово музей не любил. И он всегда говорил, мой музей — это мои книги. Матрёнин двор. Дом с четырьмя оконцами в ряд, восстановленный после пожара, где Солженицын снимал угол у крестьянки Матрёны Захаровны. Мизиновская средняя школа. Здесь в 56-м учительствовал. Как учитель тоже отчасти нравился. Не отчасти, а нравился нам. Дисциплина у него была отличная. Писателя вспоминает. Вся огромная страна, боль которой выразил. Впечатления так теснят грудь, разрывают. Вернувшись в 94-м, он проехал от Магадана до Москвы. И вот Томский музей истории политических репрессий хранит даже газетные вырезки о тех трёх днях, что Солженицын был в городе. В Кисловодске, где провёл детство, работает музей, а теперь и памятник стоит. В Рязани. Красная роза под белым снегом прямо у двухэтажного деревянного дома, в котором писатель жил, под яблоней в саду и написал. Один день Ивана Денисовича. Я служил во французской армии в то время, в Альжире. И я получил новомирский номер с одним днём Ивана Денисовича. Повесть перевернула мир. А на Солженицына, плачем огромной страны, обрушились письма. И он дал слово голосам миллионов, хлебнувших лагерного воздуха. Так Иван Денисович стал пьедесталом для архипелага ГУЛАГа. Так ощущать правду и так противостоять. Он же победил всех, он победил режим. И он пишет в выступлении в Нобелевской премии, рецепт вывел, как бороться с насилием. Потому что насилие всегда связано с ложью. Противостоять лжи. Каждый день, каждую минуту. Мы стали Александром Солженицын. Городича никакой. Ну и пошёл, получил. И ты не сразу. И он не поехал в 70-м году, потому что боялся, что ему отрежут путь назад. И когда в перестройку опубликовали разные, стали публиковать всякие документы, оказалось, что он был прав. Его бы сразу лишили гражданство, как только он пересёк бы границу. Гражданство лишили. После публикации архипелага в Париже. Издательство. Вот эти три комнаты над книжным магазинчиком в сердце латинского квартала. Когда меня изгнали из страны, я уверен был, что я вернусь живой. Так что надежда меня не покидала никогда. Он жил затворником. Вермонтский мечтатель. И писал о России. А в редкие минуты отдыха мог и помужицкий дров наколоть, и в теннис с сыновьями сыграть. Печатаю первую машинопись словаря, написанную моим отцом. Можно было к папе каждый день ходить на его работу. А тут меня прямо допускали до самой работы. У нас был пруд. Он в этом пруду нас учил плавать. Он водил нас в поле летними вечерами. Учил астрономию. Спустя 20 лет, 3 месяца и 14 дней в Отечестве его встречали как пророка. Сегодня, к сожалению, многие силы на Западе радуются развалу нашему. Препятствуют возобновлению контактов между республиками. Расправляют этот раскол. Способствуют тому, чтобы мы послабели. А может быть и дальше бы раскололись. Это потому, что они в безумии и в близорукости не представляют, что ждет в 21 веке Европу и Америку. Им еще жарко будет в 21 веке и даже в первой половине его. Им еще понадобится союз с Россией. Но сегодня они близоруко не думают об этом. Слова, обращенные в будущее, он действительно о многом предупреждал. И о развале союза, в котором 25 миллионов соотечественников окажутся в один день за границей. И о том, как с Украиной будет больно. Удобным Солженицын не был никому и никогда. У него очень быстро микрофон отняли. Потому что он говорил вещи, которые не нравились нашим, как они называются, капитанам перестройки. И он и говорил, что самое главное, вслед за мир, впрочем, Столыпиным, которого он считал самым крупным деятелем государственного в 20 веке, без гражданина нельзя построить гражданское общество. Надо государство иметь такое, которое служит своему народу. Не то, чтобы весь мир его боялся. Не то, чтобы звенели его мечи сами, кого-то пугали. Но чтобы все силы государства шли на взращивание народа. Цель государства — сбережение народа. Всё. Александра Исаевича нет уже 10 лет. А о нём, да и с ним не устают спорить. Такова сила его слова. Мыслитель до конца не прочитанный. Век Солженицына завершён. Колесо истории крутится, оставляя всё же надежду, что одно слово правды весь мир перетянет. Полина Ермолаева, Сергей Лысков. «Вести недели».